МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Трофейное дело. Так в отечественной истории принято называть не одно, а сразу целую группу уголовных дел конца 40-х годов прошлого столетия. Во властных кругах говорили, что его настоящая причина – борьба с заговором Жукова. Якобы маршал хотел захватить власть в стране. Так действительно ли военные готовили переворот? Сразу после окончания Великой Отечественной начались еще две необъявленные войны. Об одной холодной мы хорошо знаем. Она закончилась развалом СССР. Но была и вторая война. Вот об этой войне мы долгое время вообще ничего не знали, поскольку она была тайной, скрытой в секретных архивах. И только когда статистические данные обнародовали, мы увидели, что по количеству репрессированных фронтовиков это действительно была война. Хотя она проходила не на полях сражений, а в подвалах Лубянки. Осень 1941 года. Советские войска отступают вглубь страны. На оккупированных территориях Германия ведет себя, как страна-победитель. Немцы угоняют тысячи мирных граждан в настоящее рабство. Вывозят товарными поездами все сколько-нибудь ценные ресурсы. Не брезгуют даже трамвайными рельсами. Даже землю, чернозем Воронежской области и других черноземных областей, они грузили на платформы и увозили в Германию. Через три с лишним года Красная Армия начала свое победное шествие по территории врага. Эшелоны с трофеями пошли в обратную сторону, на восток. Это кажется вполне логичным. Трофеи – вещь традиционная для войны. Ведь вот тут один журналист из московского комсомольца сказал, «Разве можно представить Кутузова, чтобы он из Парижа что-то себе привез? Взятый город просто отдавали, скажем, на три дня солдатам. И что там творилось, можно себе представить». Понимаете ли? И грабежи, и насилие, и что что угодно. Народный артист России Валерий Баринов в свое время изучил огромное количество исторической хроники. В одном из сериалов ему предстояло сыграть роль национального героя – маршала Жукова. «Как проревновал. Извинили они, ты, конечно, парень видный. Но только для такой женщины твой калибр мелковат. Это тоже как. Люди ехали из Германии. Очень многие офицеры везли с собой трофеи, так сказать, настрадавшись, наголодавшись за войну. Я никогда не оправдывал мародерство, но тут я понимал этих людей. Это было даже не месть, это было желание привезти на родину. Они не знали, на какую родину они вернутся. То есть знали, что тут все разрушено. Ну куда? Это Маргарита Крюкова, дочь генерал-лейтенанта Владимира Крюкова, ближайшего сподвижника и друга маршала Жукова. Она вспоминает. В их семье трофейная тема всегда широко обсуждалась. В этом не было ничего постыдного. Все вещи и деньги были подтверждены официальными документами. Ну, во-первых, говорю, был такой сталинский, как, ну не знаю, негласный распоряжение, что можно что-то привозить. Во-первых, после того, как закончилась война, получали огромные деньги в марках немецких. А тогда не было обменных пунктов, как сейчас. И деньги за грани... перевозить через границу нельзя. И можно было очень много купить. Вот папа, в частности, купил две машины. Вот совершенно официально все документы с чеками. Ни в каких документах времен войны не определялись рамки дозволенного в отношении трофеев. Фронтовики любят рассказывать историю про одного советского генерала. Он украсил свою подмосковную дачу многотонным раморным камином 18 века. Буквально выломал его из германского особняка. В принципе, взятие трофеев не возбранялось. То есть разрешалось там офицерам и солдатам определенное количество посылок отправлять с вещами на родину. То есть что-то можно было брать. Зачастую генералы везли трофеи эшелонами. Это вызывало недовольство у солдат и офицеров. Сталин об этом знал. Сразу после победы он издал особый документ. В нем регламентировалось, сколько трофеев может взять солдат, а сколько офицер. Генералу дозволялось вывезти один автомобиль, майору мотоцикл. Правда, не все военачальники старались исключительно ради личной наживы. Приказом маршала Буденного из-за разрушенного бомбежкой знаменитого прусского конного завода Тракенен были спасены четыре выдающихся жеребца-производителя, положившие начало уже русской тракененской породе. Их самые знаменитые потомки – чемпионы дерби и олимпийских игр, пепел и букет. Советские офицеры, элита общества, увидели, как живут побежденные ими народы. Этот контраст им не понравился. Людей, которые прошли все ужасы войны, надо было каким-то образом усмирить. Не дать им открыто выступить с критикой власти. Как правило, привлекали за трофейные ценности не просто за то, что человек присваивал себе слишком много, а потому что этого человека еще были какие-то резоны обвинить в каких-то политических делах. А трофейные вещи шли как довесок. У нас ведь до сих пор, как нужно какой-нибудь компромат политический состряпать, тут же объявляют, оказывается, он воровал. Среди фронтовиков начались аресты. Возьем 1937 год – это пик массовых репрессий, считается. И 1947 год – это 10 лет спустя. Так вот, количество находившихся в лагерях ГУЛАГа, только в лагерях, не в тюрьмах, не в колониях, и тогда в 1937-м и в 1947-м было приблизительно одинаковым – около 800 тысяч человек. В ведомстве министра госбезопасности Абакумова по указанию Сталина начали кроить новое дело. О заговоре Жукова с целью узурпации власти. Вот тут-то и пригодилась трофейная история. Его же, например, опало в 1946 году последовало не из-за трофеев как таковых, а из-за того, что он пытался присвоить себе все заслуги в войне, то есть что он, в общем, все операции планировал, что он одерживал все главные победы. Сталину было обидно, что Сталин как-то оттесняется в этих разговорах с Жуковым на задний план. Жуковы боялись. Боялись, потому что он был настолько популярен в войсках. Потом он был не всегда осторожен в своих высказываниях. Это не значит, что он бы так поступил. Но он мог высказать, говорит, да что такое переворот? 100 танков на Красной площади. И эта фраза, конечно, услышана. 1 июня 1946 года в Кремле состоялось заседание Высшего военного совета. На нем решался, возможно, главный послевоенный вопрос – арестовывать ли Жукова. Через неделю был издан особый приказ за номером 009. Это было готовое обвинительное заключение против маршала. Начались аресты генералов из его ближайшего окружения. Всем им вменяли контрреволюционную статью 58-ю пункт 10 – антисоветская агитация и пропаганда. И в скобочках писали – хищение трофейного имущества. Вменили это генералу Телегину, генералу Крюкову, его супруге Лидии Руслановой, известной певице, и еще десятку генералов. И вот группой этих дел так появилось трофейное дело. Следователи раскручивали дело постепенно. Вскоре последовала новая волна арестов ближайших сподвижников Жукова. Самого опального маршала отправили командовать отдаленным Одесским военным округом. Жукова Сталин побоялся все-таки арестовать, потому что Жукова приглашали и в Америку на торжественный случай по поводу победы, и в Англии. Англия наградила его самым высшим орденом английским, который давал право называться лордом английским. Под репрессии попали и заслуженные фронтовики, и кумиры миллионов. Лидия Русланова. Знаменитая певица. Говорят, она на свои собственные средства приобрела две батареи «Катюш» и отправила на Первый Белорусский фронт. В корпус, которым командовал ее муж, генерал-майор Владимир Крюков. Дочь генерала от первого брака Маргарита с пяти лет называла Лидию Русланову мамой. Мама начала выезжать на фронты буквально с первых дней войны, потому что она была участницей первой фронтовой артистической бригады. Она дала более 1200 концертов. И вплоть это была единственная певица, которая пела в Дни Победы у Рейстага, у Бранденбургских ворот, то есть в самом Берлине. После одного из концертов Георгий Жуков прикрепил на платье певицы боевой орден. Возможно, это и был момент ее наивысшего триумфа. Впрочем, и после войны Русланова и Крюков не бедствовали. Жили в огромной квартире в центре Москвы, коллекционировали старинные картины и антиквариат. Но не только эти раритеты стали основными вещественными доказательствами в уголовном деле супругов. Обвинили вместе с его женой, певицей Руслановой, в присвоении большого количества трофейных ценностей. Они действительно присвоили зачем-то 90 банок гуталина, пару сотен этих самых шпингалет оконных. Зачем уж это они делали, я даже и понять не могу. Ранним осенним утром 1948 года за Крюковым в его квартиру в Лаврушинском переулке пришли два полковника госбезопасности. Дочь генерала помнит это, как сейчас. Потом позвали меня, разбудили. Это тоже в 5 утра в Москве. Папа обнял меня, поцеловал и сказал, не волнуйся, это недоразумение. Маму не жди, потому что мама, он понял, что ее тоже нету. Русланову арестовали в Казани. Певица была там на гастролях. Домой супруги вернулись лишь через 5 лет. В 1953-м. Сразу после смерти Сталина Жоков обратился в ЦК КПСС с письмом. Он рассказал, что трофейное дело полностью сфабриковано и перечислил фамилии всех пострадавших. Офицеров и их родных реабилитировали. Имущество, естественно, не вернули. Весь мамин 30-летний труд пропал. И все, что, говорю, папа тоже зарабатывал, этого вернуть не могли, потому что это было, я не знаю, растасканно или разворовано. Не знаю как. В общем, не было. Все. Пришлось начинать с нуля. Им пришлось заплатить высокую цену. В тюрьме и на допросах со вчерашними героями обращались как с настоящими уголовниками. Их били так, что генерал Телегин забыл имена своей жены и четырех детей. И когда папа с ним поехал на охоту, вот после, когда они вернулись, когда они там, ну, сняли рубашки, все, у Телегина вся спина была вот в таких вот, я не знаю, ранах. Некоторые историки сегодня склонны полагать, Жуков и его окружение действительно в какой-то момент почувствовали себя национальными героями и решили, что могут себе позволить практически все. У него был в определенном смысле вкус, определенная фантазия. Действительно, он вел себя по-барски. И, судя по всему, когда пишут, что он позволил себе больше, чем другие генералы, видимо, это было. То, что его подчиненные непосредственные себе что-то, опять же, позволяли выдающееся, видимо, это тоже было. Нет дыма без огня. Серьезное злоупотребление среди высших военных чинов наверняка были. Например, был такой маршал Худяков-конференц, который командовал авиационной армией в Маньчжурии. Вот он там должен был перевезти в Россию из Маньчжурии золото империи Маньчжоуго. Золотой запас. А самолет с этим золотым запасом не долетел. Вот его обвинили, что он это золото как бы незаконно присвоил. Но потом, в конце концов, расстреляли. Оказалось, что маршал Худяков был еще до войны известен компетентным органом под именем Арминак Конференц. По одной из версий, именно он принимал участие в расстреле 26 бакинских комиссаров. А насчет золота, в общем, так и непонятно, действительно. Спрятал он его куда, думал, и потом сбежать. Не знаю, в общем, темная история. Известно, что именно с 40-х годов в обиход прочно вошло слово «трофейный». Это означало и означает до сих пор, что вещь дорогая и вывезена из Германии. Итог карьеры для идеолога трофейного дела был трагичен. Виктора Абакумова арестовали по липовому доносу еще при Сталине. А приговор привели в исполнение уже при Крущеве. В своем последнем слое на суде, приговоренный к расстрелу, Абакумов настаивал. Редактор субтитров А.Семкин